Уже более 60 лет завод «Алтранс» производит трансформаторы для энергокомпаний не только Алтайского края, но и других регионов России. За последние 15 лет предприятие значительно расширилось. Появились новые производственные площади и увеличились мощности. С начала 2022 года производство выпустило около 4,5 тысяч трансформаторов и почти 500 комплектных трансформаторных подстанций. В этом году завод планирует запустить еще один производственный корпус, который позволит увеличить объемы выпуска продукции в полтора раза и создать новые рабочие места. С Россетями, со всеми подразделениями очень плотно и хорошо работаем. Участвуем практически во всех тендерах, которые проводятся по нашей номенклатуре оборудования. Когда получается побеждать тогда, соответственно, осуществляем поставки. Возникают вопросы по поставкам материалов и комплектующих, но пока удается решать. Среди потребителей продукции завода крупные предприятия, в том числе и Россети Сибирь. Алтайский филиал, который планирует вложить более миллиарда рублей в ремонт, реконструкцию, а также модернизацию электросетевого хозяйства в регионе. Все планы энергетики выполнят, в том числе и благодаря тому, что работают с российским оборудованием. Конечно, существует и стресс-сценарий развития, но сегодня мы работаем в рамках утвержденной инвестиционной программы, в рамках ремонтной программы, те, которые были у нас в конце прошлого года утверждены. Энергетика полностью перешла на импортозамещение. Все наше оборудование готовится на территории Российской Федерации и проблем у нас с этим нет. Политику импортозамещения в компании реализуют с 2014 года. Так, Бирюзовая Катунь, Белокуриха-2, Сибирская Монета, крупнейшие электросетевые комплексы, построенные компанией Россети Сибирь, уже полностью из отечественного оборудования. В целом, если промышленность рассматривать, то она устояла, как всегда, как в любой кризис, который мы проходим, потому что достаточно диверсифицирована она у нас и разными отраслями представлена. Поэтому наши опасения февральские и начало марта, они, к счастью, не сбылись. В том, что все работы энергетики ведут по графику и даже с опережением, можно убедиться, побывав на любом объекте. Например, на подстанции Санниковская, где в этом году будет завершена реконструкция. Стоимость работ – около 300 миллионов рублей. Все оборудование отечественное. Силовые трансформаторы из Тольятти, оборудование оперативного пункта управления из Екатеринбурга и Самары. Подстанция снабжает электричеством почти 4000 абонентов. После реконструкции мощность увеличится в 2,5 раза. Таким образом, Алтаэнерго обеспечит развитие пригородных поселков, которые сейчас нуждаются в дополнительной мощности. Сейчас мы идем по графику. Мы нисколько пока не сократили инвестиционную программу и ремонтную программу. Мы идем даже чуть-чуть с опережением графика. Всего в этом году энергетики отремонтируют почти 8000 линий электропередачи, около 1700 КТП и заменят 2500 опор. Модернизация и реконструкция пройдет не только на Санниковской. Обновят оборудование и на Новошипановской и многих других подстанциях. К зиме электросетевой комплекс будет готов полностью. А помогут в этом энергетикам отечественные производители энергооборудования.